раз раз всем привет еще раз спасибо ну что болеем за Витю я за Витю знаешь как бы чем вообще прикольно сейчас этот матч то что что Витя что Гарик Игорь они ну да Гарик Игорь они все из мига да да смотрим у нас здесь пять часов Виктор четыре рабочих нормально все по-честному без авторазвода ну че как ты думаешь на самом деле Витя вот вообще Витя он такой более солидный что здесь получается ну просто играет надежно тренируется надежно да а вот Игорь он более нестандартный я сегодня еще ни одной игры не видел у Вити твп то есть только твз видел и все ну еще бы у нас один терм кстати тоже смотри это своего рода плюс для ларга да то есть парни всю игру то есть весь турнир играют ЗВП ЗВЗ ПВЗ ПВП да а тут хопа там плей-офф и хоп против терна да то есть билды дела баян надоело надоело походу устал да у фингера погас моник ооо ты помнишь как помнишь как джейдонг да сплэшем да вырубился свет но предыдущие игры то вижу просто супер И вот, когда выходит в ЛВС, он будет ставить газ, он будет его собирать там одним рабочим, какое-то время будет убирать, то есть он всегда регулирует, чтобы минералов хватало, и как можно быстрее нам ставилось лишки, так это не заказывается, не регулирует. Никто не... На суперарную разведку никто... Неужели ЦЦ? Да... Очень смелый ход, смелый ход, а протест-то пошел в гейт, то есть он не ставит Нексус. Но у него, скорее всего, пойдет вот быстро... Гвунов, да? Трех гвунов. Угу. И... и поставит... и поставит дырку. Ну, пока три Рабана Гази, пока все честно. Трех гвунов. Да, это не сейчас. Будет куда-то. Тоже... Трех гвунов. Трех гвунов. Трех гвунов. Слышите, здесь в этой комментарии... Так жарко, да? Вообще жесть. Второй гейт. Буду сейчас... Что-то протест-то на разведку не едет. Много. Ну, чтобы... Встречать... Тиранов. Здесь вот прям... Проходить. Давать им проблемам. Ну, я думаю, Витя сыграет... Опять безопасно поставит бункер и... Просто... Затерпит. У него ранняя нычка. Может и не быть ранней. Потому что сейчас будет смистры гуды. А у него пока будет позже... Посмотрим, куда поедет пробка. Уже бункер. Бункер. Наскокнул здесь решение. Я не знаю. Ну, смотри. Да, он будет чинить. Дождется танка, все дела. Повезло просто с разведкой. Или... Нет. Нет. Ну, все. Витя может спокойно... Ставить СЦ-шку. Перелетать. Профит. Раз не приехала СКВ, да, значит, она поехала по кругу. Так. Один. Все. Пошли. 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 Ну, гуны все равно идут. Они как бы ранние, но при этом... Почему они хотят СКВ перехватить? Смотри. Они не пошли прессовать. Они пошли за СКВ. А СКВ как-то... Нет. Не в объезд. Да, уже два. Минус разведка терна. Как бы быстрые гуны на случай, ну, чтобы прижать терна на ныжки и отбиваться с этих рашей там, понятно. И в то же время, получается, мы быстрее ныжком ставим по счету этих. Но в газе теряем, пора позже. Угу. Чё-то у Вити факта достроилась хотя бы. Да, пристроечка уже почти есть. Слушай, Фингер прям не хочет дать СКВ. а видит двумя двумя с двух сторон стабильно проедет его сейчас начинается ради радиус сейчас доделается начнется трэш заказан танк уже апгрейд заказан слушаю вообще без проблем ведь и без проблем убиваются почти не напрягаясь но чине чине все четенько 3 скв против трех гунов дебют за витей а вот это вот это вот вот это старкрафт понимание математик это все дела так скв уже мало на самом деле но там гуны чпок уже готов посады ну правда сейчас как решение должен сразу не ксу ставить да это будет дроп на клифф почти уверен скорее всего насмотрелись фэнтези против флеш но какой ответ у фингера фингера это плюс еще один миксу сразу должен быть вот она и вторая фарта такая такая атака на скорострельную атаку с помощью шаттла а в сервер посвятить посмотреть лететь дропнуть собраться другой дропнуть куда-то выехать твой турками подминировать попали дни чеки наверное термин будет что-нибудь такое что то есть ну фингер смотри по прежнему не ставит эксп странно так я слышу как шаттл сажается что-то это зил то наверно шабл капитан как шаттл протаса ну очень позднее увидите сейчас экономически просто нормально да и дроп если сейчас вы не перехватят и витя высадится на клифф из а ну смотри вы просто шаттл все вот он тоже как бы защищен уже нет вопрос что в шаттле увидите в ультурой или танки ну раз он летит на клифф скорее всего там смотри он летит не на клифф он летит уже конкретно третюночку нет он летит все-таки на клифф ну да тут сейчас зил то высаживаются и все нормально вообще нормально десяточка уже 13 уже окупилась уже от просто спасать его и все да вроде бы законтрил да причем за но все равно минус минус пока ну экономический перевес увидите уже колоссальный 3 пошла сейчас начнутся разводы в ультурами там минирование карты и фингеру тяжко будет успей перехватить рабов или нет неужели успеет ой щас если на халяву еще но чего он остановился вот это щас будет трэш просто трэш подфокусить всех дронов смысле промок еще так ok галочка заезд в ультурами был ну смотрим в технологии там у него есть он хочет что-нибудь старпортом еще что-нибудь да чё-то пока поздновато то есть быстрых технологий не предвидится увидел же достраивается еще две факторки ну мне кажется увидите сейчас просто будет момент когда он выйдет автос его нечем будет восстанавливать и все ну да тут просто на мене очень мало просто на третьей базе там вообще дрон 6 пробок где-то или сломана очень дропнуться развести какими что-нибудь сбить тайминг термин иначе это просто гг ну чё получил преимущество но закрепляет и все и ну для экши нужна инициатива да не инициатива никакой процесс не было хотя была возможность да то есть терм выбрал развитие через cc очень такой через защиту протас никак это не пресёк не попрессовал и все посмотри где 3 cc увидите как-то странно под подвис а это инженерка по какой-то причине еще не ставят по лимитам я думаю сейчас паритет много вультур мало танков да а там гуров достаточное количество надо попробовать фингер что-то там какие-то разводы там может ривера еще что-нибудь что-нибудь такое что собьет витю с толку да и заставит ошибиться да дефолт дефолт через судьи ну столько гейтов как-то жалко будет до вультура проезжает а вультура запалят еще одну нычку наверху и вот мне кажется терм сейчас будет выдвигаться потихонечку то есть он смотри за засел там третью базу просто и прочно занял третий газ поставил тут он заценил психов но сейчас ларга тоже получается четвертую нычку пойдет брать вообще спокойно пока что разводит витя казалось бы да наоборот должность инициатива у витя из них три с танками ну ведь это надо добавлять во вторых минус всех да мне сейчас будет перекапываться просто перекапиваться перекапываться и протос должен что-то придумать срочно да то есть размен в ноль сейчас получается выгодный будет терм хочешь сказать немножко фантастики добавить но я имею ввиду что терм вышел так один один уже у вити апгрейды смотри и что-нибудь на минке все взорвалось и тос выжил да ооо пока наоборот пока минке взрывает тоса да мошно уже в ларга большая такая красное пятно все смотри все он поехал вперед прям на мейн поел качапури и захотел спать шаттл ой как неразложенные танки не ну без судьи это просто суицид это суицид это суицид 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 нет это отдача просто не дождался судей как бы и слил половину боевого лимита тут уже сложно очень много танков вот что значит школа миг то есть школа миг против школа миг и побеждает школа миг ой хорошие красивые штормы запоздал вот в коробку размен бы их тут уже конечно не явно так вот на низку вот ее взрыв слушай гейты здорово он отстраивает то есть у меня прям штампуется он хорошо а витя что то не ставит четвертую базу хотя надо бы голиафы против арбитров уже вот позицию занял турельку построил здесь танчики теперь сюда сюда разложил подъехал я слышу арбитр появился но наверняка статиса еще нету рекола нету а готов принимает просто принимает все ой как хо вот это был хороший вот это вот и нужно было протасу но нет нельзя сливать первый арбитр теряется остатки армии протаса тоже да погорячился протас погорячился ведь по вас витя закладывать базу на трех часах по-моему он домой на не будет достреливать с этой нижней базы вот отсюда как-нибудь нет вряд ли тем временем смотри наверху витя прессует как-то так сменяется нехтус еще один налом в этот раз очень плохой вот я не понимаю сейчас тот что он не дождался двух арбитров двух старпортов уже два к атаке два к атаке два к защите как у него апгрейды классно конечно тайминговый есть весель то сейчас мне кажется уже и емп будут входить вот сейчас если емп два судьи не будет статиса ну емп пошагово ну вот так играйте в третий герой побеждайте за термом отстроил свой замок и вперед а а сейчас финал нефиг против и там еще какие то озера ката чемпионс похоже это все это есть партизанская группировка ну ну кстати если витя выигрывает сейчас две игры да две игры я имею ввиду его финал тоже ждет двп на моей памяти это будет если витя выиграет турнир это будет его первая победа на турнире вот емпшечка вошла да а вот второй сейчас все таки статис хоть какой то нет спас красавчина g г ну знаешь я думаю в чем ошибка была фингера то есть вот ты говоришь он любит вот такую экшен да но он не он никакого экшен не дал в итоге сказал окей окей ведь играем как-то играем через макро да а увидите уже было большое преимущество через макро и все то есть фингер здорово сейчас у него там работало пять бас против там четырех четырех бас термин но уже было слишком поздно как настоящий кореец фингер не выходит играет до последнего но если отстроить технологии наверху можно еще так посопротивляться а тебе нравится да просто карина ребята могут повернуть события внезапно так последний окс минус main процесса просто даже не сможет вернуться на свою базу минные поля мне кажется вот можно было записать да как как выигрывать термином на гранд зеро то есть образцово так как выигрывать термином на гранд зеро то есть пассивно просто сыграл конечно никакой агрессии сейчас мы должны так поместим да то что там не развязка и все по другому ну я ты все еще веришь да сейчас бассаны появятся вот сейчас они появятся Вот прошлые игры были экшен вообще ЗВТ, вот это было Нон-стопом Ламмерман показал Тоже скилл Ну 5 бас Субтермином, натуралы Мейн кончился, то есть у него 3 рабочих нычки У протаса тоже 3 рабочих нычки Ну вот-вот у него сделается и армор У него, а тут всего лишь 1-2 Узил тоже очень Опять-таки дропов ТОС даже сейчас не делает Реколов не делает, да, но ничего не делает Того, чтобы отвлечь Витю от его поступательного Такого движения, полномерного Получается, ТОС прям сожрал Вот они, две армии в центре собрались Ну у протаса где-то лимит сейчас 160, я думаю Молодец, да, может быть Отличный, просто Отличная ЕМП Без щитов, без щитов, без штормов Арбитров уже нету, нет чего Устроить их Может даже, кажется, не до склана Ты прямо очень берешь это Ой, штормы-то красивые Но матрица, матрица Тоже мешаешь Очень хорошие штормы Там уже терм строит нычка Занято Мне кажется, надо было вообще изначально рискнуть и построить 14 nexus Увидеть, что у ларга тоже cc И еще один сразу воткнулся Да Если уж играть в макро, то, знаешь, играть прям сразу Да, но дроп, кстати, вот определяющим был очень сильный дроп, который убил 13 рабочих Экономика сразу в мега- Ну так, старкрафт не прощает ошибок Даже ты сделал дроп зилата, но ты его не подвел И джи-джи О, там мины что-то Уже без раскладки Нет, раскладка Кажеларг Фокус-фокус Джи-джи Первая игра Затерман Как ты думаешь, какую карту сейчас выберет Протас? Ну, он сейчас должен выбрать такую карту, которую вы себе чувствуете в супервере Или такую, в которую будет очень неудобно Витю Поехали 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 Поехали